О чём мы говорим? Про что эта ножка стола? И спинка этого стула тоже. Про любовь. Его дизайн как стихи. Ямбы и хореи в металле и стекле. Нежная мужская поэзия влюблённого Филиппа Старка и возлюбленного. Возлюбленного короля совершенной формы Филиппа Первого. Первого и единственного. Вчера его империя проект космодрома по заказу НАСА сочиняла. Сегодня новую форму для макаронных изделий креативит. Дать бы этим подданным точку опоры, они бы и планету перекроили. Под предводительством их величества. Перерыв 15 минут на встречу с генератором идей. Потрепать челядь за ушко – высшая форма похвалы. Всем трепетать. Он идёт. Он приближается. Мондио. Он уже здесь. Фигня. Можно свет поменять? Ну, мы попробуем. Давайте. Я хочу выглядеть секси. То, что я так себя веду, это не капризы. Хотя меня называют «Анфан Терибль», я не так ужасен. И это определение я предпочитаю трактовать иначе. Я революционер. Я не вписываюсь в рамки. Я их создаю. Вот журналист может перевернуть мир с помощью статьи, певец – с помощью песни, режиссёр – с помощью фильма, политик – законом. А дизайнер? Тут надо найти способ. Я хочу всколыхнуть систему, предупредить от негатива и повернуть мир к свету. И это можно скорее сделать с помощью мелких вещей, которые вам необходимы каждый день, чем с помощью грандиозных проектов. Вот крыши, которую построил Старк. Супер Старк. Раз 10 лет назад его попросили придумать старому Парижу новый фасад. Проект под названием «Ля Рю Старк» улица Старка сейчас находится в глубокой заморозке. Только на крышу взбалмошного дизайнера и хватило. И не потому, что перебои с финансированием. Просто Старку скучно стало, и он за старое взялся. За стулья спроектировать целый город куда проще, чем сочинить один единственный стул. Так говорит Старк. Вот его 200-й вариант возлюбленного предмета. Тонконогая модель по имени Мари. Прозрачный намёк на прочное чувство. Мари гуляет по Пари. Воздушно и легко. Пластиковое создание Старка весом 500 грамм дефилирует по Ревали и позирует на Тракадеро. Модница, причём потомственная. Её прапрапрабабушка образца 70-го года со спинкой пошире и с ножками покрупнее брала вес Пьера Кардена. Тесно соприкоснулась с высокой модой. 30 лет назад Карден был моим богом. Помню, я купил себе красивый костюм и пришёл к нему на собеседование. Так в 17 лет я стал арт-директором у Пьера Кардена. Кажется, в его кабинете до сих пор стоит мой стул. Правда, наши взгляды разошлись. Он хотел запустить линию мебели для богатых людей за очень большие деньги. А я хотел делать подешевле и для многих. Я всегда был слегка коммунистом. В общем, я сбежал от Кардена и увёл его лучшую модель. Мы с ней поженились. И два года путешествовали. У меня отлично проветрились мозги. Я больше никогда не работал на начальника. У меня были заказчики, и я всегда мог с ними договориться. Я думал, что смогу работать с политиком, если только он будет представителем левых. Франсуа Меттеран как раз был человеком слева, и у меня с ним не было проблем. Когда я придумывал интерьер его резиденции Пале де Лизе, я пытался представить себя на месте президента. Например, в его комнате для отдыха были размещены ковры с мудрыми изречениями. Ванна была тоже решена со смыслом. Ведь за жестами президента следят миллионы. А движение можно отрепетировать в ванной. И я сделал её целиком из зеркал. Кроме того, президент должен быть уверен в себе, даже когда моет руки. И вместо обычных кранов я установил сенсорные датчики. И он управлял водой, как страной. Это помогало руководителю укреплять уверенность в себе. И это было воплощение моей главной идеи. Чем я могу вам помочь? Мой девиз. Братья и сёстры-кокетки Мари, братья и сёстры по отцу-творцу, стоят, лежат и висят внутри этого уродца из кручёных труб. Пардон. В одном из залов музея Помпиду работы Старка увековечены для потомков. Там Старка руками не трогать. Первое, что я сделал и что потом попало в музей, это была зубная щётка. Я придумал её для своей жены вообще-то. Но знаете, в музеях не вещи, трупы. Трупы вещей. Для меня лучший выставочный зал – это ваш дом. И вы сами. Вот что на мне сегодня моего? Ну, скажу, что меньше, чем обычно. Обычно я ношу обувь своего дизайна и куртки. А сегодня, ну вот часы. Мне они очень нравятся. Тут есть все функции, которые необходимы человеку, который много путешествует. А вот мои очки. Здесь удивительная механика. Смотрите. Душки гнутся во все стороны. Это имитация человеческого плечевого сустава, который гнётся во все стороны и ничего больше. Минимум ненужности и яркости. Никаких кричащих названий. Только служба на пользу человеку. Вот забавно. Я придумал дизайн для одного из магазинов издательства «Ташен», но сам в этом магазине никогда ничего не купил. Вот ровным счётом. Я никогда не читал и не читаю книг о дизайне и учебников по архитектуре. Я выпустил книжку с картинками о себе, но при этом на обложке я демонстративно показываю своё отношение к этой затее. Меня же просто упрашивали это сделать. И вообще, что касается теории, я не слишком образован. Зато стихов знаю часов на пять беспрерывного чтения вслух. Выставка продажа для ценителей дизайна в модном доме «Баккара». Теперь старый бренд выглядит по-старковски. Хрустальный амфибрахий, фарфоровый гигзаметр. Вечер поэзии Филиппа Старка без Филиппа Старка. Вместо себя он оставил здесь серебряного Будду, великого насмешника над иллюзорным миром вещей. А сам месье Старк, как всегда, занят. Чем? Да любовью. Единственное, что меня интересует, это чувственная сторона жизни. Она забирает меня на все сто процентов. Я последний романтик, последний человек сильных бурлящих страстей, последний влюблённый. Я горжусь этим, хотя трудно так жить каждый день. Странно, но я пережил очень страшные драмы в моей жизни, которые могли бы разрушить мои взгляды, меня полностью. Но, мне стыдно об этом говорить, эти драмы ничего не изменили. Я остался прежним. Поймите, я был физически, ментально разрушен, например, смертью моей первой жены. Но я не перестал мечтать, и я не разучился любить. У моей дочки болит спина, когда она сидит за компьютером. Я сейчас придумываю для неё удобный стул. А мои подчинённые, пусть работают над заказом для НАСА, проектируют космопорт. Вечером я улечу из страны. Хочу к своей невесте. Я проснусь в нашем доме на берегу моря. Проснусь рано. Поработаю. Потом поем вегетарианскую органическую пищу. Потом пойду заниматься любовью. Это называется у меня развратная сиеста. А потом мы возьмём яхту и уплывём в море. Понимаете, о чём я говорю? Я человек, ноги которого в грязи. Да, именно так, поскольку я владею заводами по производству устриц на юго-западе Франции. Но голова моя в звёздах. И всё, что между этим, меня не интересует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok